Кукольный театр откроет сезон премьерным спектаклем «Лиса-разбойница». События развиваются по классическому сказочному сюжету. Хитрые лисе противостоят дед, баба и другие добрые персонажи. Сюжет нашей сказки, он построен на кознях лисы-разбойницы. Но в конечном итоге она тоже в беду попадает. Как говорится, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Спектакль получился очень яркий, красочный, веселый, музыкальный. Этот спектакль можно назвать премьерой премьер. Новая постановка на сцене, новые амбиции. Но актеры совсем не новички. За их плечами многолетний опыт. В спектакле «Лиса-разбойница» я играю лисичку. Она очень хитрая. Обманывает всех. И деда, и бабу, и волка, и зайца. Ну, в конце, конечно, попадает в беду сама. Роль интересная. Это очень интересно и познавательно играть такие роли. Не всегда же добрые, надо играть. Подготовить сценарий и выучить слова – это только полдела. С куклой, как здесь говорят, нужно быть на «ты» и любить ее, как себя. Бывает так, что в одном спектакле одному актеру приходится вести сразу несколько ролей. В «Лисе-разбойнице» Ивану Чиндейкину приходится играть сразу три роли. Это роль петуха, деда и волка. А трудность заключается в том, что у каждого героя свой характер и своя голосовая характеристика. Если театр начинается с вешалки, то кукольный театр начинается с куклы. И у них есть свое мнение. Я хочу всех пригласить на премьеру. Приходите, будет очень интересно. И родители берите. Ой, спасибо. Зайенька молодец, Зайенька молодец. Обязательно. Ну, а я присоединяюсь к нашему зайчику и приглашаю всех на премьеру «Лиса-разбойница». Константин Курбатов, Сергей Бебинов. Наши новости.